Помните, мы с вами говорили о стяжании Духа Святаго? Что делали русские святые? И Серафим Саровский восстановил учение о стяжании Духа Святаго, то есть вступить в диалог с Богом. Человек состоит из того, что он ест и пьет, поэтому они садились на хлеб и воду, чистили клеточки своего тела, организма. А чтобы настроиться на нужную волну, они молитвы сотворяли, уходили от шумов, чтобы помех не было. Ведь человек тот же самый, приемник и передатчик. Ну и с точки зрения приемника, вы знаете, дома приемник крутите, если трамвай рядом там идет или еще что-то, там шумы всякие, свисты, трески и так далее. Так и здесь, шумы не нужны, поэтому они уходили из церкви куда? На природу, в лес, где тихо. Почему? Потому что в церкви много шумов, трески трамвайные, попы поют, женщины красивые ходят, человек отвлекается, и он, так сказать, мысли о Боге-то там нету. И все эти молящиеся, они смотрят на этого батюшку, посмотрит на меня батюшка или нет. И когда батюшка посмотрел, он уловил свой взгляд. Там и мысли о Боге-то нет. Значит, как свечку держать, когда голову наклонить, когда поднять там все эти ритуалы. Я три года своей жизни посвятил изучению всего, что там есть в этих ритуалах и так далее. Там Богом-то и не пахнет. Все там идет строго по навеченной программе, по спектаклю там. Когда что надо петь. И человек не думает, а думает о том, как ему выполнить ритуал, понимаете? А не о том, чтобы с Богом связаться. Монахи песни поют, слова красивые, звуки красивые, всякие там одеяния красивые, алмазы, хрусталь, еще чего-то. Поэтому вот это все отвлекает.